Гильермо Вилас – аргентинский профессиональный теннисист, рекордсмен по числу побед к ряду, сорекордсмен открытой эры по числу выигранных турниров за сезон, четырехкратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель итогового турнира «Мастерс», победитель 62 одиночных и 16 парных турниров «Большого шлема», Гран-при WCT за карьеру, финалист Кубка Дэвисей, победитель командного Кубка наций в составе сборной Аргентины, Максимальное достижение в рейтинге ATP, вторая позиция, член Международного зала теннисной славы с 1991 года, спортивная карьера, Гильермо Вилас выступал за сборную Аргентины в Кубке Дэвиса с 1970 года, когда ему еще не было 18 лет, но впервые Серьез обратил на себя внимание за пределами Аргентины, победив во втором круге открытого чемпионата Франции действующего чемпиона Андреса Химена, Он закончил сезон двойной победой в одиночном и парном разряде в открытом чемпионате Южной Америки В следующем году он выиграл 7 профессиональных турниров, завершив год победой в Мельбурне на «Мастерс» итоговом турнире Тура Гран-при Победа Виласа в «Мастерс» примечательна тем, что аргентинец, предпочитавший грунтовые корты, за свою карьеру редко выигрывал на траве, но именно этот Мельбурнский стадион стал для него счастливым, впоследствии он дважды выиграет на нем открытый чемпионат Австралии На групповом этапе итогового турнира 1974 года Вилас победил Бёрна Борга и Джона Ньюкомба, а в финале взял верх Наталья и Настаси До этого трижды подряд побеждавшим на «Мастерс» и в традиционной ежегодной иерархии газеты «Дэйли Телеграф» занял вторую строчку среди сильнейших теннисистов мира Еще четыре титула он завоевал в парном разряде В 1975 году Вилас поднялся до второго места в мире и в официальном рейтинге ATP После этого на открытом чемпионате Франции он впервые пробился в финал турнира «Большого шлема», но не сумел противостоять Боргу На Уимблдонском турнире на нелюбимом травяном газоне он дошел до четвертьфинала На открытом чемпионате США и в очередном розыгрыше «Мастерс» до полуфинала А в менее престижных турнирах завоевал пять титулов и дважды проиграл в финалах На следующий год в его активе было шесть титулов и три поражения в финалах На открытом чемпионате США и в «Мастерс» он дошел до полуфинала А на открытом чемпионате Франции на Уимблдоне до четвертьфинала В этом сезоне, впервые за 4 года он не выиграл ни одного турнира в парном разряде. Но в конце года его партнером на корте и постоянным тренером стал румынский ветеран Илон Цириак. Сотрудничество с Цириаком уже на следующий год принесло свои плоды. Вместе они выиграли 4 турнира, но основных успехов Велас добился в одиночном разряде. За год он установил сразу несколько рекордов открытой эры. Выиграл 17 турниров, повторив рекорд Рода Левера, выиграл 145 матчей за год и провел беспроигрышную серию из 46 матчей подряд. Эти три рекорда не побиты до сих пор. Еще один рекорд, установленный Веласом в 1977 году, 53 победы подряд на грунтовых кортах, был побит почти 30 лет спустя Рафаэлем Надалем. 17 титулов, завоеванных Веласом за сезон, включали победы на открытых чемпионатах Франции и США. Оба турнира в этот год проводились на грунте, после того, как его победная серия из 46 матчей была прервана в финале турнира в Эксан-Провансии, где он отказался от продолжения матча. Проиграв первых два сета Ильи и Настаси, выступавшему с нестандартной ракеткой со сдвоенными струнами, Велас выиграл еще 28 матчей подряд до поражения в полуфинале Мастер Садбарго. Он стал самым высокооплачиваемым теннисистом 1977 года, заработав более 800 тысяч долларов, в том числе приз в размере 300 тысяч долларов за лучшие показатели в турнирах Гран-при. Несмотря на выдающийся результат, Велас, однако, не был однозначным лидером сезона. В этом году мировой теннис возглавляли, наряду с ним, Борг, не участвовавший в открытом чемпионате Франции, но победивший на Уимблдоне. А в общей сложности выигравший 13 турниров с 92% побед за год и Джимми Коннорс, проигравший Боргу на Уимблдоне, а Веласу в финале открытого чемпионата США. В итоге Коннорс, обыграв первой половине сезона Дикаста Актона в итоговом турнире WCT, а в его конце Борга, в финале Мастерс, сохранил за собой первую строчку в рейтинге ATP. Борг, до этого ведший в счеты во встречах за сезон у обоих соперников, занял первое место в мире по итогам сезона в рейтинге Daily Telegraph, а Велас стал первым в иерархии, составляемой журналом World Tennis. Интересно, что в 2010 году Филипп Радикки, автор статьи в онлайн-журнале PLOS UEN и проведший математический анализ всех матчей 1977 года, пришел к выводу, что по уровню игры Велас превосходил Коннорса, официально завершившего год на первом месте в рейтинге. За 1978 год Велас выиграл шесть турниров, заметно меньше, чем за предыдущий сезон. Тем не менее, он второй раз подряд добрался до финала открытого чемпионата Франции, а затем на рубеже 1978 и наступающего 1979 года, успешно отыграл в открытом чемпионате Австралии, завоевав свой второй за карьеру титул на крупном турнире на травяном покрытии. Эта победа состоялась на том же стадионе, где за четыре года до этого Велас выиграл турнир Мастерс. После этого в 1979 году Велас выиграл четыре турнира в одиночном разряде, включая второй подряд открытый чемпионат Австралии, и пять раз проиграл в финале. Помимо этого и в 1978 и в 1979 году он завоевал по два титула в паре с Цириаком. В 1980 году, помимо Веласа, под аргентинским флагом уже выступал еще один игрок сопоставимого уровня – Хосе Луис Клерк. Два аргентинских ведущих игрока не любили друг друга, но выступали плечом к плечу в международных командных турнирах. Это сотрудничество включало совместную игру Левши Веласа и правший Клерка в парном разряде. Их сотрудничество принесло плоды уже в 1980 году, когда аргентинская сборная сначала разгромила команду США в межзональном американском финале Кубка Дэвиса, а затем выиграла Кубок нации в Дюссельдорфе, победив в том числе команды Чехословакии и Швеции в полуфинале Кубка Дэвиса. Однако, Чехословакия взяли реванш, победив аргентинцев от трех до двух. Велас проиграл свой матч молодому Ивану Лындлу, а потом в паре с Клерком не сумел на равных противостоять Лындлу и Томашу Шмиду. И в итоге его заключительный поединок оказался пустой формальностью. На индивидуальном уровне Велас завоевал всего три титула, но еще четыре раза играл в финалах, включая престижные грунтовые турниры в Монте-Карло, Гамбурге и Барселоне. На открытом чемпионате Франции дошел до четверть финала, а на открытом чемпионате Австралии до полуфинала. В 1981 году аргентинская сборная добилась нового успеха. Победив команды ФРГ, Румынии и Великобритании, аргентинцы впервые в истории дошли до финала Кубка Дэвиса. В финале им вновь противостояли американцы и на этот раз на ковровом покрытии Ценценати сборная США не дала южноамериканцам взять верх. Тем не менее борьба была исключительно острой. Даже в парной игре, где лучшие пари мира Джон МакКинро и Питер Флеминг противостояли редко игравшие вместе Велас и Клерк, аргентинцы имели шансы на победу, проиграв только в пятом сети со счетом от 11 до 9. Причем Велас подавал матч-бол в пятом сети при счете от 7 до 6 в пользу аргентинской пары. На индивидуальном уровне успехи Веласа были похожи на прошлогодние. Он выиграл только три турнира и на этот раз не дошел до последних кругов на турнирах Большого Шлема, но при этом еще 7 раз играл в финалах менее высокого ранга, в том числе в Монте-Карло и Барселоне. 1982 год сложился для Веласа более удачно на индивидуальном уровне. Он выиграл 7 турниров и 5 раз играл в финалах, в том числе на открытом чемпионате Франции, где проиграл молодому и более выносливому Мацу Виландеру. На открытом чемпионате США и итоговом турнире Мастерсон добрался до полуфинала, где его остановили соответственно Джимми Коннорс и Джон МакКинрой, и закончил год на четвертом месте в рейтинге АТР. Следующий год, однако, стал для него последним в топ-минус 10 мирового тенниса. Он выиграл только три турнира и столько же раз проиграл в финале, закончив сезон на 11 месте в рейтинге Кубки Дэвисон, однако, снова блеснул, нанеся вдвоем с Клерком третье поражение за 7 лет сборной США, которая помимо этих двух матчей не проигрывала за это время никому. Четырежды выиграв главные командные трофеи мира, аргентинцы дошли до полуфинала, где проиграли ведомым Мацам Виландером сборной Швеции завершение карьеры. В 1984 году Вилас провел свой последний матч за сборную в Кубке Дэвиса и помог команды Аргентины обыграть сборную ФАРГ. Этот сезон стал первым за 12 лет, в котором Вилас не выиграл ни одного турнира, и его лучшими результатами стали выходы в полуфинал в Гамбурге и Вашингтоне. В 1985 году такой выход в полуфинал был уже один на чемпионате США на грунтовых кортах в Бастоне. Тем не менее Вилас оставался опасным соперником для теннисистов любого уровня, что он доказал и в этом году, победив 12-ю ракетку мира Аарона Крикстейна и в следующем, когда дошел до финала турнира Гран-при в Нью-Йорке, победив по ходу Яакима Нюстрёма, занимавшего в рейтинге 8-е место. В 1986 году ему удалось также дойти до четвертьфинала открытого чемпионата Франции. Финал в Нью-Йорке стал последним для Виласа в турнирах Гран-при. Однако он продолжал активно играть еще несколько лет, только в 1989 году, перейдя окончательно на турниры класса серии Челленджар. В Челленджарах он выступал до 40 лет и завершил выступление в профессиональных турнирах только в конце 1992 года. Уже в ранге члена международного зала теннисной славы, куда его ввели в 1991 году, первым из представителей Южной Америки, стиль игры, прозванный «бучком из пампасов», Гильермо Вилас обладал мощным телосложением. На корте он отличался выносливостью и терпением, изматывая соперников своей мощной и надежной игрой с задней линии, посылая один крюченый мяч за другим с постоянством. По определению историка Тенни Сабада Коллинса, разрушительного метронома, тем не менее он не пренебрегал игрой у сетки, благодаря ей, в частности, переломив ход финального матча открытого чемпионата США 1977 года против Джимми Коннорса. Хотя при случае Вилас мог выигрывать на травяном газоне, его любимым покрытием оставался грунт. Почти три четвертых своих титулов он завоевал на грунтовых кортах. При этом он не был абсолютным мировым лидером на грунте. Баланс встреч на этом покрытии между ним и двумя его главными соперниками, Джимми Коннорсом и Берном Боргом, сложился не в его пользу, что особенно ярко выражается в случае с Боргом. На грунтовых кортах Вилас проиграл Боргу 11 матчей, выиграв всего 2, тогда как на других покрытиях счет был от 6 до 3 в пользу Боргу. Даже в триумфальном 1977 году Вилас дважды проиграл Боргу на грунте, в Ницце и Монте-Карло. Участие в финалах турниров «Большого шлема» за карьеру. Одиночный разряд победы поражения и январь 1977 года. Участие в финалах турнира «Мастерс» Одиночный разряд победы титулы за карьеру. Одиночный разряд парный разряд выступления на командных турнирах.